Три подхода по 10 раз каждый день. Для новичков, таких как я, это минимум. Так начинают тренировку все будущие турникмены, участники спортивного движения, которое появилось 5 лет назад. Недавно к нам в редакцию обратились двое энтузиастов, которые хотят пополнить их ряды с просьбой помочь им найти тренера. Костя и Данил выбрали свой образ жизни – уличная гимнастика или воркаут. Это особая молодежная субкультура, которая совмещает в себе силу турникменов и пластику гимнастов. Освоить серьезную дисциплину удается далеко не каждому, но тернистый путь к стальным мышцам и гибкости только привлекает наших героев. Мечта парней – стать настоящими профессионалами воркаута. Тренировки парней уже начали. Я по утрам делаю разминку, отжимаюсь 20 раз, приседаю 20 раз. Утром тоже бег в 6 часов. Прихожу сюда на школу, бегаю 2-3 курга. Руки разминаю, пытаюсь подтягиваться. Ну, как получается со временем. Я хочу начать заниматься стритворкаутом. Это спорт на турниках. Висеть на турнике они готовы каждый день по несколько часов. Простая перекладина в замену изнурительных тренировок в зале. По мнению парней, отдача здесь в разы выше. Сейчас Костя и Данила оттачивают базовую технику, а в свободное время составляют свой виш-лист гимнастических упражнений. К примеру, этот называется йо-йо. Во время его выполнения спортсмен опирается на одну руку, а разворот туловища делает с большой высоты. Следовательно, удержаться при падении всего тела вниз очень трудно. А нашим героям, чтобы перейти хотя бы к базовым элементам воркаута, просто необходим тренер. Можно все развивать, то есть одновременно и технику, и гибкость, и силу можно развивать, то что все развивается сразу. Мне нужен наставник или тренер только потому, что он может мне там показать многое, то что объяснить, как конкретно делать какой-то элемент или просто дать совет по поводу его обучения. Для этого подростки и обратились в наш проект. Чтобы исполнить мечту и стать турникменом, Косте и Данилу нужен опытный наставник. Если вы знаете, как помочь нашим героям, звоните и пишите в редакции телеканала Катунь-24.